друзья рад видеть всех кто смотрит это видео хочу вам представить свою новую новый урок по cinema 4d предисловия значит те кто не умеет вообще управляться в этой программе советую смыть мой первый урок называется глянцевые шарики по моему потом также что сегодня мы изучим мы изучим простое такое ну как видите несложно несложное моделирование ну если это можно так назвать но я думаю да я про вот это сооружение лампа не за что это как это вот также добавление материала и изучим немного про свет что касается света также ведь отражений всяких вот ну что ж пожалуй вот композиция новое создаем и так для того чтобы давайте сразу настройки рендера выводе напишите то значение которым нужно ну например 1980 на 1080 это хорошее качество но рендерится на будет долго поэтому я выберу не менее хорошее разрешение свой стандартный пока что все так давайте создадим плоскость значит левая кнопка мыши зажимаем и ведем по любому объекту наводим отпускаем вот плоскость мы не переводим режим редактирования в режиме редактирования кстати я работаю в синеме 4d r15 так что если чё-то там не так вам возможно вас другая версия так вот тянем вот за эти точечки если вы их видите мы увеличиваем длину нашего давайте сразу представление выберем быстрое затемнение линии чтобы было удобнее расширяем нашу плоскость так отлично теперь создадим также левую кнопку мыши сферу сегменты ставим 35 чем больше сегментов тем лучше но смотрите не переборщить это у вас компьютер взорвется если яме там миллион поставить лучше не не играть с этим делом лучше но вообще он должен вас предупредить компьютер что там недостаточно памяти и что такое так что не рискуйте но вы в любом случае сможете продолжить так все сферу мы создали нажимаем на колесик идем вид спереди так ладно и давайте вот сюда куда-нибудь поставим эдаке да отлично теперь нужно создать если вы знаете фотографии ему такую шею хотя не давайте нос носом у нас будет труба так труба труба значит масштабирование выбираем масштабирование уменьшаем вот так раз и все поднимаем вверх так стоп это у нас улетел аль случайно зажал улетел хрен знает куда не зажимайте альт ну что касается управления я говорю вас предупреждал уже то есть смотрите мой мой урок глянцевые шарики там принципе я вроде подробно все писал если вам что-то непонятно то есть я например ну что-то нажал по привычке горячую клавишу а вы кстати на английские раскладки нужно все работать на рангого не горячую клавишу а вы не поняли что произошло пишите с указанием времени в видео итак нажимаем опять на эти точечки тянем их внизу до той длины которая нам нужно ну например вот в принципе этот размер но чтобы было понятие давайте за однажды на синенькую ну другом нажали зажали теперь нажимаем shift и так вот тянем почему shift потому что просто напросто по десятке видите крутится если мы так будем крутить то сами видите не очень удобно а с шифтом очень четко все и понятно давайте 70 ставим надо нам перейти вид справа ну или в любой вид как там удобней у меня в данный момент у меня в данный момент справа вид так сюда так и немного не понял где она а вот она поднимаем ее вверх сюда и давайте чтобы пациент англана нас принципе по центру так вот сюда и значит вот этот . отвечает за длину трубы это за радиус внешне это за внутренний радиус очень все круто и нужно переводить в режиме редактирования все и так удобно в принципе если мы сравним то что то похоже есть даты из на трубу надо чуть длине сделано же я скажу поуже и пониже но трубу таким вот образом достаточно нервные все-таки повыше ну план творческая работа как получит так получится теперь идем в сплайны сплайнах мы выбираем спираль давайте уменьшим сразу размер поменьше сделаем и давайте превратим ее в трубу как это сделать я уже говорил в уроке неоновый текст у него новая самосвечение я не знаю выложил я его точнее блин я его выложу потом это урок выложу так значит вот у нас функции свит мир свит короче она нас позволит наш план преобразовать трубу но мы если кинем наш план в эту трубу то есть теперь мы например видите на то есть в общем у нас не превратится она в трубу потому что мы не дали ей нужны параметры ну например если мы дадим прямоугольник кинем между ними отсюда ведь стрелочку так потом надо уменьшить радиус то вот что у нас получается нас получается такой прямоугольный с острыми гранями спираль нам это не надо мы его удаляем нам нужно с окружность либо уменьшаете радиус например до 5 либо так вот инструмент масштабирование уменьшайте отлично теперь нам нужно уменьшить саму трубу да кстати говоря давайте пока сделаем сплайн этот невидимым и кое-что изменим настройках для начала мы развернем той то положение которое нам нужно это 90 градусов и давайте на 30 отлично поставим вот сюда теперь нам нужно играть с настройками радиус начале видите что происходит начальный угол радиус в конце конечный угол это то что нам нужно мы должны увеличивать длину так сказать нашусь лайны мы должны уменьшить еще отлично чуть-чуть побольше сделать нажимаем на сплайн еще раз и сейчас я вам скажу вот высоту высоту мы делаем 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 дальше дальше длиньше принципе этого мне кажется достаточно единственное что надо повернуть мальцам вот так отлично супер так и давайте уменьшим увеличим точнее а здесь мы мы не здесь вот здесь удлиним по моему круто все теперь давайте видимым сделаем и в здесь поставим так сейчас есть поставим 11 это уже это очень хорошо так теперь давайте мы создадим цилиндр цилиндр у нас будет также на маленьком размера достаточно как труба примерно ой не труба вот это вот спираль давайте 30 градусов тоже повернем его а не на 50 50 отлично вот и давайте уменьшим это у нас будет он у нас будет здесь не видно но у нас будет как бы держать но на самом деле там даже держатель не похож ни на какой если даже держатель не назовешь это так прибамбасы так сказать и давайте отсюда его поместим отлично и даже немножечко а наш свит норпс мы умеет не сплайн уменьшим свирп 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 с не будем трогать трогать свирп этот ну по-моему круто так теперь точнее пока что не круто но вроде все правильно делаем теперь нас идет сфера отличие сделаем опять сфера я хочу заметить и сферку мы также давайте уменьшим и увеличим количество сегментов до 35 так и и уменьшим так отлично вот уже что-то у нас получается но что-то не то по моему мы прибрали с радиусом шеи ну смысле не шея спирали но ладно увеличим еще раз по длине цилиндр и увеличим сферу заодно класс так теперь у нас идет еще один цилиндр давайте-ка зажатым альтом лично и сферу мы вытаскиваем так вот раз и вытаскиваем из-под либо не зажатым альтом как хотите так цилиндр мы уменьшаем в размерах делаем меньше это будет у нас такая шея если так можно сказать так 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 меньше еще делаем максимально меньше вот теперь отлично нет теперь побольше надо сделать вот так супер и делаем давайте длиннее его длиннее даже еще немного длиннее вот и пожалуй мы так чуть длиннее длины увеличим зажатым контуром на английской раскладке мы его копируем давайте вверх поместим и просто-напросто увеличиваем а здесь уменьшаем круто но надо бы подлечь его сделать вот так я думаю я думаю думаю сойдет подкорректируем если что отлично был так высоту на все-таки мы поставим 42 у ю 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 42 не 400 20 а нет чуть повыше так-то круче ну давай так 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 давайте к уменьшим сделаем ее более длинный если обратить внимание на картинку да она здесь особо роль не играет но видимо я как-то делал по-другому насколько я точно не помню ладно давайте мы еще раз через control копируем увеличим ширину и поднимаем вот сюда супер все таки вот это надо пониже теперь нам необходимо воспользоваться нет мы не будем наверно воспользоваться сначала бред сказал да немного если кто не понял значит мы будем сейчас делать да ёпта сука как те куда-то улетела на вот отлично так давайте уберем пока плоскость мне кажется мешает просто-напросто да мешает а значит пожалуй мы даже должны увеличить общую вообще длину через значит выделяем это через shift вот эту три цилиндра и пожалуй надо его мальца увеличить опустить вниз отлично все супер так и оставим теперь нам необходимо создать подставку о не подставке от эти ножки как мы сделаем мы берем обычный куб мы берем заточки и уменьшаем их я для начала его вообще надо уменьшить и переместим вот сюда так отлично теперь мы делаем его уже подгоняем примерно парада по размеру который у нас был в той композиции и давайте его сюда поместим и нажимаем на колесико переходим вид справа так как чутку здесь он с левой стороны ладно пускай будет справа если с этой стороны так я значит нажимаем на вращение нажимаем зажимаем shift 10 градусов вполне этого сойдет так и давайте как нибудь его знаете ну вот так я думаю сойдет а теперь мы сделаем кое-что интересное мы с зажатым альтом идем в вот сюда и и выбираем здесь симметрию так что-то нас не получилось ну давайте посмотрим какие градусы у нас так значит давайте выделим всю нашу так вот композицию раз наш проект и повернем его на давайте как видим вид справа вернем его на 90 градусов пожалуй так нормально все теперь давайте попробуем значит взгляд и грех насколько он больше так значит что мы делаем мы поменяли на повернули его другой стороной теперь у нас ведь справа находится вот так в таком виде симметрии мы удаляем давайте создадим новую симметрию и кинем туда кубик зашибись так давайте-ка давайте-ка знаете чё подвинем его сейчас мы познаем на колесик ведь спереди теперь суперами спереди пляхнух нажимаем именно на на стрелку раз все круто теперь кубик я думаю стоит в принципе вот так сойдет да 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 именно так отлично все у нас круто получается да отлично но я думаю действительностью потоньше точнее даже не потоньше просто да 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 потоньше и пошире ну что-то в этом есть даже нет кстати говоря в той композиции у меня набор пошире нам такой отлично теперь мы давайте попробуем как нажимаем на кубик и через зажатый контур мы его выводим вот сюда теперь у нас второй есть кубик здесь мы его просто берем за мы берем за эту полосочку я давайте мы его просто масштабируем увеличим и уменьшим вот за эту полосочку классно масштабируем еще чуть-чуть ну в принципе в этом что то есть единственное может быть да сойдет не давайте все таки знаете меньше может меньше масштаб кубика если это возможно да это возможно но делаем его подлиньше чуть-чуть я надеюсь вы понимаете что я делаю да то есть если что-то непонятно пишите мне кажется иногда отвлекаясь все что-то очень быстро делала рядом вы понимаете что я тяну за эти точки в принципе ничего сложного нету не должно быть уменьшаю примерно по размеру сила опять создаем симметрию кидаем туда наш кубик так а дело вот в чем друзья мои значит нажимаем на стрелочку и и теперь на колесик введем нашу симметрию попробуем так в центр вот сюда все теперь давайте попробуем кинуть кубик да отлично у нас все получилось но единственное давайте еще control за сделан отменим немножечко не ровно на симметрии идет матика чуть-чуть чуточку левее можно ориентироваться даже хотя принципе прямо мы достаточно в этом выделим с от цилиндра до нашего объекта так еще вот ничего то забыли вот вот этот цели дорогие до сферы шифтом не двигаем чуть-чуть левее вот так все классно так давайте любое место нажмите значит симметрию мы теперь сделаем вот теперь чуточку правее относительно оси которую видите вот y значит и теперь все кидаем наш куб в симметрию все все теперь ровно ровно и отлично вот так же бывает такое что например у кубика линия идет куда-то вниз блин не туда нажал то есть например линия находится точка кубика находится здесь его перемещение а сам кубик находится где-нибудь в другом месте также вы можете воспользоваться вот этой функцией ось объекта нажимать нажать на нажимать нажать на нее и переместить в нужное нужное место но если у меня будет такая фигня я вам покажу или спрашивать так все теперь у нас идет дальше по моему сфера отлично сферу увеличим до 35 хотя может и до 30 я просто привык увеличить ее размеры маленькая сфера и особой роли не играет примерно колесик чтобы было все все точно очень точно все что было а кстати мы кое-что из не сделали мы не сделали вот что значит мы берем наши две симметрии через shift и давайте на 10 процентов на 10 градусов свернем так сказать отлично так то лучше и я думаю можно их увеличить да принципе нормально вот все большеват ну потом разберемся посмотрим так все колесик нажимаем так отлично и двигаем вот бляхмуха и двигаем нажимаем на колесико двигаем то именно в это место давайте я кое-что подумал давайте мы уменьшим все таки да надо уменьшить наши эти кубики здесь тоже уж больно они у нас здоровы ну все вот видите уже и сфера даже подошла под наш размерчик дан отлично вот и теперь мы создаем давайте зажмем альт не не будем зажимать я думаю сейчас башку вам запудрю все мозги просто затем цилиндр и уменьшаем его лично переходим нажимаем колесик двигаем так куда лучше там вид справа отлично ой вид спереди да опять на 90 градусов уменьшаем это у нас быть такой держалкой для для наших для наших лап для наших за как назвать для наших ног может ладно я думаю я думаю это круто но только нам надо подвинуть вот сюда то быть немножечко коряло все классно в принципе это не сильно заметно что ж теперь нам еще раз говорю нам надо все таки а все таки увеличить сферу это первое второе мы в симметрии оба кубика делаем их первый кубик давайте делаем его длиннее и опускаем вниз опять же вот этот кубик делаем его также длиннее опускаем вниз чуть-чуть совсем все теперь если мы возьмем сферу то мы должны перетащить сюда и лечить масштаб масштабировать а нет как-то я перебрал мальца с масштабом надо давайте-ка давайте-ка вот так вот так отлично супер класс так 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 все пока что все но не думайте что он мы все это так и оставим но я надеюсь у нас будет что-то более приемлемое что же теперь создадим объект создадим объект капсулу переводим ее сразу в режиме редактирования либо нажмите клавишу си на английской раскладке си либо сюда идем в полигоны выбираем прямоугольное выделение снимаем галочку выделять только видим объекты то есть у нас так колесик нажимаем будет выделяться не только то что мы видим но и задняя часть и вот так выделяем 1 до этой линии то есть раз два три четыре пять шесть шесть сегментов 0 и 7 как хотите ланды лид нажимаем все удалили давайте теперь идем сюда выбираем здесь выделение курсором или как-то называется на идем вид сверху здесь мы нажимаем на колесик увеличиваем масштаб зажимаем шифт зачем шифт чтобы у нас если например отпустили мышку если мы заново начнем то у нас все заново начнется выделяться а мы с зажатым шифтом просто продолжим видеть хоп 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 если вдруг вы заделись куда нибудь вот так то можете зажать control и снять это выделение с контролом зажать control вы видите я зажал control и все снял выделение все так надо с зажатым шифтом надежней просто так выделяем 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 эту полосочку как-то назвать и принципе вот это нам достаточно сойдет да дальше нажимаем снова колесико идем вид справа выделяем здесь так колесиком уменьшаем нажимаем на колесико и тянем мышку влево и все так и теперь без шифта выделяем смотрим что галочка была так стоп так вот и ошибся так выделять так снимаем галочку деля только видимые еще раз выделяем теперь если мы проверим да у нас со всех сторон все выделилось и здесь мы тоже уменьшаем ее и подтягиваем так вот раз даже еще можно а нет нет именно за зелененькую да 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 именно подтягиваем все отлично так а значит не 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 переходим вид справа идем в модель правка модели ну в общем а вот смотрите вот пример яркий а значит точка находится не не в капсуле точнее она находилась то в центре но капсулу там удалили вот ее . . осталось идем вот сюда нажимаем на клавишу ось объекта и давайте вот переносим удобное вам место ну например вот сюда все опять нажимаем и теперь видите хоп очки все отлично у нас работает теперь так и давайте вот сюда ее на центр нашей сферы а здесь мы ее подгоним уже на глаз вот а ну все правильно вот да я просто не с той стороны посмотрел лампа у нас получилось длинные ну и вот этот вот источник света лампа да да классно 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 но мы еще не все сделали казалось бы все но нет не все создаем нет ну цилиндр его просто копируем переносим вверху так все теперь мы должны поставить здесь а плюс з да если не ошибаюсь подожди сейчас ничего не делаете ничего за мной не повторяйте мне нужно кое-что проверить да 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 так удаляем это все и так вот у вас сфера мы ее контрол нажимаем копируем вверх отлично мы копировали идем в мограф объект клон выбираем здесь а да 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 стоп стоп цилиндр мы делаем плюс z и ну это такое направление просто стрелочку кидаем в объект клон и выбираем здесь радиальный а затем мы в объект вращения зажимаем с шифтом ставим здесь 90 градусов а значит теперь нам необходимо уменьшить вообще цилиндры их да уменьшить цилиндры и давайте вид спереди и давайте вид на принципе так сойдет а значит перемещение давайте сделаем ровную ось перемещения опять нажимаем вот сюда правка ось перемещения и давайте мы в центр поставим приблизительно и все нажимаем опять все теперь у нас а да 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 еще вверх надо поднять а то как то не круто сюда все нажимаем так стоп нам надо нажимать на объект клоун вот чем дело теперь перемещаем и и давайте ведь сверху перейдем точечку прям центр куда-то сюда да вот классно сюда прям и поднимаем затем масштабируем уменьшаем и знаете что чтобы было проще давайте оставим вот этот цилиндр и объект клоун вот они оставили да а все остальное мы просто так раз и делаем невидимым да нет давайте все таки вообще все сделаем невидимым чтобы нам было удобнее такая че такое капсула вот так а значит масштаб а да 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 капсул то стоп так сейчас мы контур здесь делаем отлично значит делаем невидимым и выбираем объект клоун уменьшаем и давайте прям в центр этого цилиндра поставим нашу точку идеально все с цилиндрами разобрались теперь в объект клоун увеличим им их число также радиус а нет радиус тот же оставляем нажимаем на цилиндр и вот здесь есть такая точечка которая увеличивает их длин и вот твою ты перебрал который увеличивает их длину ну опять идем вид сверху и уменьшаем век клоуну чтобы они как то внутри как чуть чуть были отлично только немного все таки цилиндр стоит подтянуть отлично и потоньше сделать их а да кстати так 12 я посмотрел радиус значит цилиндр у нас сейчас я еще гляну значит цилиндр у нас радиус высота радиус 1 документ так радиус 1 да вы смеетесь нежели 1 да действительно 1 ну вот и увеличил объекты клон их число 25 сойдет отлично все теперь делаем все видимым и все все у нас видно только плоскость пониже надо сделать 1 круто 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 так ну чё ничего не забыли точно вроде ничего ну что же теперь создадим 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 говорю создадим сферу увеличим опять же на 35 перейдем в вид справа переместим ее вот давайте вот этот мы немножечко вот так вот поправим 10 градусов и вниз круто теперь чтобы так куда он светит вот сюда светит у нас будет сфера которую мы будем освещать осветим сферу так и в принципе нормально отлично только вот смотрите здесь у нас более он согнутый мне показалось да нет да он здесь более маленький ну в принципе это не суть принцип моделирования вы поняли я думаю да простое такое моделирование вот кликаем два раза по материалу так значит control v сейчас подождите у вас нету ничего этого это если такую подсказку сделано значит кликайте по материалу по этому и цвет выставляете значение которые вы видите на своих экранах ой сейчас пардон вот она 193 давайте 193 213 значит 193 213 и 218 отлично теперь в подключаем отражение глянец глянец нам нужен я думаю отражение мы ставим фронельку здесь здесь размытость 5 здесь 35 минимум образцов это у нас размытие что касается размытия размытости здесь 250 250 да и 50 оставляем классно ну ну и теперь как бы что касается я говорил творческая работа это я имею ввиду то что куда хотите этот материал туда и применяйте вот ну что ж давайте применим материал это который мы создали так значит давайте на пружинку на нихера не видно так на на цилиндр так давайте представление затемнение гуру поставим сферку тоже пожалуй да приукрасим и где-то тут у нас был объект клон давайте вот он объект клонка не кинем на него это все раз и все на на сферу на эту тоже вот ну что ж давайте копируем наш материал control вот копия она желтым выделена значит цвет меняем на стандартный то есть 204 204 ставим ну чуть-чуть серенький отражение все оставляем то же самое кидаем на сюда сюда и пускай будет туда круто а и давайте на нашу сферу тоже на лампу так теперь давайте копируем так на пустое место нажмем копируем этот материал а и поставить цвет давайте 143 148 156 да даже можно чуть темнее вот так вот опа класс я хочу сказать круто 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 отражение здесь отражение ставим 25 на 25 10 10 5 128 50 оставляем 50 оставляем все вот наши три материала готовы нам можно сверить да примерно примерно так немножечко тридцатку здесь поставим отлично это что касается отражений что мы сделали мы значит ну тут все можно почитать принципе интенсивность уровень все примерно понятно размытость чем выше размытость ну примерно 50 так это мы вообще ничего не увидим ой то есть сильно будет размыть ежу понятно вот также точность мы не трогали но минимум максимум тоже это большую роль играет в смысле размыть размытия в качестве так ну и давайте потихоньку кидать на наши материальчики давайте сюда и на трубу так это вот я говорю то есть ну просто наугад кидайте все материалы лампа выглядит безусловно немного давайте сделаем посветлее все таки светлее да а то слишком уж темно будет так а вот на сферу мы кинем темный материал вот этот да тоже его кинем все теперь давайте создадим еще одну сферу увеличим количество сегментов а это неважно 4000 радиус мы увеличиваем а либо можно было создать небо ну ладно радиус предустановки studio render а вот этой функции у многих не может быть нету точнее этой функции пишите в комментариях а если нет у вас вот этой вот боковой панели я постараюсь помочь стараюсь говорю итак текстуры и здесь мы должны выбрать любой фон какой захотите я чаще использую этот но можно да кстати создаем новый материал убираем глянец цвет здесь почему материал очень хороший точнее текстурка потому что здесь очень контрастно все так хорошо видно да круто идем в кидаем цвет и этот материал кидаем на сферу вот на нашу сферу вот она так у нас лампа немного летает допустим так отлично и кстати говоря сфера у нас не ровно стоит круто так а да забыли кое-что эту сферу что мы делаем с этой сферой мы кидаем на нее правой кнопкой мыши тег композитинг убираем видимый для камеры не не будем перемещать режим редактирования не будем что будет если мы зарендерим фрагмент ее не будет там просто так ладно для чего мы загрузили эту сферу что и это текстуру чтобы наши объекты отражали хоть что-то что же пора пришло время создавать свет свет мы будем использовать на цельный источник света значит вот у нас два объекта появились первое что мы сделаем это вот закинем ее в лампу в нашу но я говорю это не совсем лампа так давайте сюда потом вот сюда сюда нам нужно поместить прям эту лампу отлично вот так круто я думаю у нас все получилось да 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 класс но светит она у нас под лампу ну под себя как говорится ходит под себя да но этого легко исправить нажимаем цвет цвет цель и ведем ее на нашу сферу а да стоп 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 немного неровно у нас свет сам давайте вид спереди чтоб все четко было класс так только вот сферку нам надо подвинуть отлично цвет яркость поставим в основное 150 насколько я помню я ставил не даже 250 офигеть и цвет чуть-чуть тепленький сделаем чуточку этого большие это очень заметно тень мы выберем поверхностную да все у нас грамотно теперь нам как бы сказать если мы зарендерим то ничего кроме сферы мы не увидим то есть лампу на лампу нам не видно мы должны создать свет как сустав все стало ярче да нажимаем свет и давайте-ка поместь поместим его к нашей сфере то есть вот сюда отлично вот и все зажатым контролом чайнем вверх получается копия мы ее кидаем кидаем вовнутрь вовнутрь не вижу ни хера вовнутрь нашего плафона или эту штуку можно так назвать вот отлично по моему что то что то в этом что то в этом есть да все отлично теперь идем в настройки рендера выбираем здесь окклюзия окружения выставляем параметры контрастность 70 максимальный максимум замеров по моему так и точность точность 90 все теперь если попробуем зарендерить давайте рендер фрагменты сделаем вот так почему то честь не рендерится наверное да 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 все правильно мы забыли кое что сделать но это не столь важно кликаем два раза по материалу создаем м м голубенький окей так вот но он терял давайте попробуем отражение отражение поставить не не будем френель ставим 30 хотя нет 20 давайте попробуем 20 процентов даже 25 размытость давайте 15 попробуем или 5 не 10 10 вполне сойдет глянец глянец особо нам не нужно оставим его небольшим совсем хотя нет так вот где-то примерно сойдет на свой вкус так ладно и давайте кинем что ли только делаем его давайте сначала кинем на материал попробуем зарендерить посмотрим у нас не будет ли слишком ярко нет у нас не будет даже смело можем кликать еще ярче ну немножко конечно так да сейчас закрою еще кое-что в настройках рендера мы должны поставить сглаживание максимальная все теперь попробуем зарендерить так кое-что мы еще забыли да забываю забывчивые свет сажатым shift мы выделяем оба света и делаем им делаем им вид не им а одному свету который находится в лампе делаем значит да ёпт ухрен перелетаешь делаем им видимый объемный если вы видите написано объемный так отлично теперь значит яркость 150 поставим блях муха чай ножом 150 а и значит убираем масштаб уменьшаем то что у нас получилось уменьшаем 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 уменьшайся все отлично вроде бы уменьшили все теперь попробуем посмотреть что у нас получилось и так вот у нас почти рендер завершён единственное что я хотел бы сказать есть нюансы такие как например мы может быть неправильно разместили камеру то есть надо было вот так вот каким то образом да затем мы сделали первый свет слишком слишком близко например к нашей сфере и вообще если мы ее уберем а нет подождите-ка так 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 все в принципе убираем да вот может быть даже получится что-то лучше но не могу знать вот попробуйте давайте фрагмент отрендерим посмотрим что у нас со сферой стало по-прежнему она достаточно яркая но это она у меня здесь заметьте достаточно ярко просто я говорю под другим ракурсом все это было вот ну а что касается значит самой лампы то большая часть затемнения данного будет видите в отражении то есть то что вы видите в превью значит окне темным она будет здесь отражаться дело ваше если вы хотите получить свет из из вот этого плафона то вам нужно ну вам нужно его просто как сказать поближе вот сюда вот выдвинуть да чтобы видно было освещение то есть ну вот ну смотрите-ка вот видите то есть свет виден явно только он здесь просто надо его увеличить если он например это угодно а так все всем пока надеюсь вам был понятен мой урок что-то непонятно пишите в комментариях ставьте просмотр и всем пока также подписку не забудьте и лайк тоже все пока не забудьте пока